Глава 79. Сборы, съестное и сила духа. Вид свежевыпавшего снега в обрамлении матового панорамного окна всегда вызывал улыбку на лице миссис Бейкер. Ароматы гвоздики, апельсинов и корицы создавали праздничную атмосферу. С незапамятных времен на все большие праздники они собирались в доме предков, и миссис Бейкер всегда делала все возможное, чтобы украсить его под стать сезону. По традиции, большой фермерский дом и прилегающие к нему земли переходили по наследству от родителей к детям. Когда умер дед, главой семьи и новым владельцем поместья стал ее отец. Она переехала обратно, когда у состаревшегося отца перестало хватать сил, чтобы самому содержать хозяйство. Он прожил долгую счастливую жизнь, вплоть до той ненастной ночи, в которой он встретил свои последние минуты, отойдя в мир иной, удобно устроившись в собственной постель. Она на секунду остановилась и взглянула в зеркало. Опыт и время давно уже расчертили ее лицо морщинами. И хоть она оставалась довольно активной и здоровой для своего возраста, но понимала, что уже не в состоянии справляться с заботами по дому. Потому ее сын вернулся в отче дом вместе с женой и двумя детьми. Линия преемственности продолжится. Дом и земля вокруг попадут в хорошие руки. Раздавшийся во входную дверь стук был неожиданным, но не нежеланным. Ее старший сын сказал, что в этом году они с семьей проведут праздники с родителями его жены. Они ездили поочередно, чтобы обе семьи были довольны. Можно было не сомневаться, видя столь сильный снегопад, они решили, что долгая поездка до ее родителей по такой погоде грозила стать слишком тяжелой, а то и невозможной. Конечно, пожилая женщина была очень рада их приходу. Свободная комната для гостей всегда найдутся. Улыбаясь от мысли, что сейчас она увидит своего сына, немолодая женщина направилась ко входной двери, чтобы впустить детей. Однако хозяйка дома оказалась очень разочарована, когда вместо сына с семьей она обнаружила на своем пороге четверых незнакомцев. — Доброе утро, миссис Бейкер, — спросил стоящий впереди остальных мужчина. Незнакомец был одет в черный балахон, лицо его было угрюмым. Всем своим видом он походил на человека, опоздавшего к Хэллоуину. Двое мужчин его сопровождавших также были в черных балахонах, но, учитывая их нейтральные выражения лиц, они явно были повеселее своего приятеля. Четвертая в группе, молодая девушка, всем своим видом буквально кричала о том, что желает привлечь чужое внимание, на что недвусмысленно намекала ярко-оранжевое платье без бретелек. При этом, несмотря на голые плечи и отсутствие верхней одежды, длинноногая блондинка не выказывала ни малейших признаков того, что ей холодно. И, судя по сливового цвета плюшевой игрушки на руках, девушка явно пребывала в праздничном настроении. — Да, это я, — ответила пожилая женщина, — чем обязана. — Мы пришли настроить вам камин, — вдруг заявила плюшевая игрушка, чем привлекла к себе внимание. — Тихо, Джорджия, — предупредила игрушку девушка в оранжевом платье. — Пусть профессор Снейп нас представляет. — Мам, кто это? — спросила невестка мисс Бейкер, входя и вставая позади хозяйки дома. — Наверное, калядовщики, — ответила она. — У них тут есть довольно талантливый чревовещатель. — Мы не калядовщики, — возразил стоящий впереди мужчина. — Я профессор Снейп. — И у нас срочное дело к Ирине Бейкер. — Ух ты, это что, единорог? — проворковала невестка. — Да! — плюшевая игрушка оживленно замахала передним копытцем. — Страшись меня, человек! Я великая и могучая Джорджия! В ту же секунду с кончика рога игрушки сорвалась небольшая искорка и почти сразу потухла. — Джорджия! — ахнула держащая ее девушка. — Веди себя прилично! — Хм, и почему я себя чувствую, будто мне только что угрожал котенок. — Давя смех, сказала невестка миссис Бейкер. — Как бы забавно это ни было, однако нам предстоит работа, — сказал профессор Снейп. И этот разговор можно продолжить, пока она будет выполняться. Мы можем войти? — Конечно, проходите в гостиную, — сказала миссис Бейкер. — Вся семья в сборе, и я уверен, они будут просто счастливы увидеть вашего плюшевого единорога. — Мама, это не кукла, — отметила ее младшая родственница. Это настоящий пришелец, а эти мужчины — те самые волшебники, о которых по новостям талдычат. — Какая догадливая, — сказал профессор Снейп, проходя мимо двух женщин. — Мы и правда маги, а это Барби, моя подмастерья. Она присматривала за сестрой, когда я ее вызвал, и сделала ошибочное предположение, что я не буду против, если она возьмет ее с собой. — Я не кукла и не пришелец, — обиделась Джорджия. — Сами такие. — Я тебя последний раз предупреждаю, — сказала Барби, накрывая мордочку единорожки ладонью. — Веди себя прилично перед людьми. Не делай вид, что тебя не учили манером. Но они сами обзываются, — пожаловалась Джорджия. — Большинство людей раньше не встречали пони, — успокаивающе объяснила блондинка. — Дай им возможность с тобой подружиться. — Но как пони-будь мог не пони никогда не встречать? — писнула Джорджия. — Это что, пони? Незаметно подошедшая к ним маленькая девочка стояла, поднявшись на носочки и вытянувшая, чтобы рассмотреть маленькую единорожку. Позади нее стояли еще пятеро детей и с нетерпением жадно смотрели на пушистую пришелицу. — Да, это моя сестра Джорджия, — ответила Барби. Окинув взглядом помещение, она обнаружила, что установщики уже занялись камином, а профессор Снейп разговаривал с родителями. Тем не менее, Барби заметила, что они с сестрой привлекли внимание еще нескольких взрослых. — Но ты же не пони, — заявила мальчонка. — Как она может быть твоей сестрой? — Я могу превратиться, — ответила Барби, ставя маленькую единорожку на пол. — Хотите увидеть? — Нет, — взывала Джорджия. — Подними, подними меня, они наверняка все блохастые, а у этого еще и лицо в соплях. — Синотик! — воскликнул младший мальчуган в комнате и, подхватив единорожку, зарылся лицом ей в шерстку. — Фу! — с утрощением воскликнул та. — Ну, по крайней мере, лицо у него больше не в соплях, — прокомментировала женщина, потянувшаяся за пачкой салфеток. — Уже далеко не в первый раз, и, скорее всего, далеко не в последний, клубный домик, построенный на ветвях старой яблони, служил убежищем для меткоискателей. По привычке они держались подальше от двери и окон, подальше от недовольных, осуждающих глаз взрослых. Именно здесь они могли без лишних ушей обсуждать самые щекотливые темы. Что ж, последнее кулинарное творение Свити Белль однозначно оказалось щекотливым, и трогательным, и лапательным. Свити невольно вздрогнула при мыслях о своем последнем кулинарном провале. Или же стоит его считать очень своеобразным успехом? В конце концов, ей удалось создать жизнь, путь в результате она была не то что сильно этому рада. — Я предлагаю запретить Свити Белль даже приближаться к кухне без как минимум двух сопровождающих. Наконец, прервала пивышую в домике напряженную тишину Дафна. — Ты не можешь голосовать, ты не в нашем табуне, — напомнила Скуталу. — А сейчас это имеет значение? — подняла бровь бледно-желтая единорожка. — Имеет, и лучше тебе-то запомнить, — ответила Эппл Блум. — К тому ж, чтоб голосовать, тут чья нема больше части табуна. — И все же это хорошая идея, — подала голос Джинни. — Я не Гришина плохая, — не стала отрицать милиногривая земнопонька. — Просто удафна нема право, чтоб голосовать. — Это разумно, раз уж она пока не в табуне. — А я считаю, что это плохая идея, — обиженно проворчала Свити. — А добавлять базилик в торт ты, значит, считаешь хорошей идеей, так? — сказал Рон. — О чем ты вообще думала? — Меня не столько базилик беспокоит, — заметила Дафна. — Сколько то, что она решила наполнить тесто магией. — Я такого не делала, — возразила белая единорожка с кудрешками. — Нет, делала. — С нажимом повторила желтая единорожка. — Или как еще ты объяснишь нашего мистера-вторженца в личное пространство? — Может, она это сделала даже не осознавая? — Предложила земнопонька с красным бантом в гриве. — Тогда бы это много объяснило, — заметила Джинни. — Интересно, она и на свои зелья так влияет? — По-моему, в этом больше виновата ее привычка кидать не те ингредиенты, что написаны, — отметил Рон. — Я, может, и не очень хорош в зельях, однако даже мне не приходит в голову кидать мяту, чтобы зелье было вкуснее. — Это всего-то раз и было, — прахныкала Свити Белль. — Несдолго до этого ты попыталась скинуть в зелье шоколад. К счастью, Резонант Вейв тебя остановила. — Напомнила ей Дафна. — Так, секундочку, — заговорила Скутову. — Хочу проверить эту теорию с наполунением. По-моему, отличный способ найти наши кьюти-марки. — Наполнением, — поправилась Вити, — нет там никакой У. — Да похуфик, — отмахнулся Ржей Пегасенка. — Все, что ты говоришь, иначе как фу, не назовешь. — Тогда я могу натащить продуктов с кухни, — предложила Эппл Блум, потирая копытом подбородок. — Могам просто сделать порцию поменьше, чтобы проконтролировать. — Ты... ты... ты серьезно предлагаешь разрешить ей снова приблизиться к кухне? — В ужасе ахнула Дафна. — Но мне же нужно практиковаться. — Резонно заметила белая единорожка. — Нет! — отчаянно замотала головой желтая единорожка. — Просто нет! — Мы мы идем попробовать яблочный пирог, — предположила Эппл Блум. — Или булочки с корицей, — добавил Рон. — Гриффиндорцы что, все сумасшедшие? — задала Дафна риторический вопрос. — Такие же не грилы, что собираюсь их есть, — пояснила милиногривая земнопонька. — Просто Эпплы всегда верны друзьям, и потом шо могут пойти не так, когда печешь яблочный пирог? — Алло! — помахала копытцем перед мордашкой Эппл Блум Дафна. — Ну вообще-то об Эль говорим. Или ты не помнишь, что случилось с зельем от прыщей, в котором вообще ошибиться невозможно? — Ну, мы можем попробовать что-то уже готовое, — предложила Джинни. — Мы все вчера накупили конфет. Можно одной коробкой и пожертвовать. — И правда. — Чего это я такую глупость спрашиваю? — пробормотала Дафна в полголоса. — Вы все сумасшедшие, и это факт. — Так, у меня есть предложение получше. — Хватит уже на сегодня экспериментов. У нас и так хватает других дел. — Мне нужно найти еще несколько подарков. — Поход за покупками? Ей! — обрадовалась Свитибель. — Я тоже не против скачать в торговый центр. — Согласилась Кутолу. — О, давайте захватим с собой баттан Мэша. Хочу посмотреть на его мордашку, когда он окажется в игровом зале. — Не, туда надо идти всем тубном, чтобы остальным не обидно было. — возразила земнопонька с бантом. — Я думала купить подарков у пони, — предложила Дафна. — Не, мы только вчера в Пани Виле закупались, — покачал головой Рон. — Может, тогда в Косой переулок? — Я там уже давненько не бывал. — Неплохая идея, — согласился Эппл Дум. — Вы все видели, что моя сеструха чутко нервничает возле нашинских сундуков. Думаю, ежели у нее самой будет такой, она к нему быстро привыкнет. — А еще мы можем купить Твайлайт какую-нибудь книгу, — озвучила свои мысли Скуталу, — а заодно сундук для Рейнбо Дэш. — Ты серьезно думаешь, что Твайлайт сама еще там полкнижного магазина не скупила? — недоверчиво спросила Свити Белль. — Да ее там уж точно все в лицо знают. — Не спорю. — Но может, мы сможем найти что-то особенное, — предположила рыжая пегасенка. — О! — воскликнула Эппл Блум. — Ты что вспомнила? Я ж хотела купить нам на ферму телек с видиком. — А я найти летающий ковер для Рерити, — подхватила Свити. — Может, они и запрещены там, где мы ходим в школу. Но Гермена говорила, что они продаются в Франции, и там они разрешены. — Отлично. У нас есть план. — Подвела итог малиногривая зеленопонька. — Я тогда сгоняю в свой сундук, возьму, что нам надо. — Свити, зови Филамину. Мы идем за лучшими подарками для всех пони. — Или мы можем сейчас позвать Филамину и перенести с ней прямо в сундук, — предложила Джинни. — Так будет быстрее. Дафна незаметно для всех вздохнула с огромным облегчением и мысленно вытерла пот. На этот раз вселенная оказалась спасена. Им удалось отвлечь Свити от мыслей о готовке. — Фу, что за вонь! — вскричала Лира, только зайдя в магазин Бон-Бон. — У нас что, в доме открылся завод удобрений? — Это ужин. Слабым голосом отозвалась Бон-Бон. — Думаю, все станет получше, когда я добавлю лук, который вы с Гарри принесли. Вряд ли у нас сегодня еще будут посетители, — добавила она после вздоха. — Ужин? — удивилась Лира. — Ты что такое там готовишь? — Потроха! — просоннула кремовая земная пони. — Насколько я слышала, это любимое блюдо грифонов. Думаю, нашему маленькому человеку оно тоже понравится. — Именно поэтому он сейчас в углу так успешно притворяется совиной сумкой? — сухо спросила мятная единорожка. — Это не из-за этого! — прохрепил синий пегасенок. — Он уже пятый за сегодня! — вздохнула хозяйка магазина. — Эти все вкусные драже не зря так называются. — Понятия не имею, почему они так нравятся другим, но нам понадобится еще одна бочка этих конфет. — Ты... ты что? — Гарри поднял голову. — Ты что, не клала на них кружочки апельсина, прежде чем готовить? — Зачем? — не поняла Бонбон. — Чтобы не воняло! — слабо просонула пегасенок. — Но все же не так уж и плохо. — Не уверена, — отозвалась хозяйка магазина, правда, не снимая повязанного на нас платка. — Бонни, ты умудрилась заставить урожденного мясоеда избавиться от своего печенья и рисок и всего остального, что он сегодня съел? — отметила Лира. — Апельсиновый экстракт подойдет? — спросила Бонбон. — Нет. Нужен свежий апельсин. — Так где я сейчас возьму свежие апельсины? — возмутила земная пони. — Сейчас середина зимы, их просто нет на рынке. Нам их только в сезон завозят. — Можно купить тепличные, — ответил Гарри. — Я просто слетаю с собой Гермиони. — Можешь, тогда и свежих лимонов возьмешь? — спросила Бонбон. — Конечно! — отозвался пегасенок и поспешил из кухни на свежий воздух. — Подожди меня! — крикнул ему вслед Лира. — Так, а ну, стоять! — сказала Бонбон, вцепившись в хвост единорожки. — А? — Кинь туда очищающее заклинание! — указала на угол кремовая земнопони. — По-моему, я стала использовать его уж слишком часто! — раздраженно проворчала Лира. Гектор был рад, что отказался от завтрака, поскольку его уже третий поход через камин оказался все таким же захватывающим и дезориентирующим, как и первые два. К счастью, он понемногу привыкал к происходящему и потому сейчас, после двух уже красующихся у него на заднице отпечатков седьмого размера, на третий раз в камин входил сам. Честно говоря, если бы в первый раз Гермиона сказала ему зайти в огонь, Гектор точно подумал бы, что его двоюродная сестрица сошла с ума и однозначно отказался бы это делать. К счастью, в конечный пункт он прибыл до нельзя потрясенным, но хотя бы целым и без ожогов, о которых он подумал в первое мгновение. Теперь уже Гектор не сомневался, что сам может колдовать. И сейчас он гордился тем, что лишь слегка споткнулся, когда второй раз за сегодня вышел из камина дырявого котла. — О, здравствуй! — поприветствовал мальчика невысокий улыбчивый мужичок, хотя, пожалуй, правильнее его назвать коротышкой или карликом, учитывая, что он был даже ниже самого Гектора, когда он вышел из камина. Коротышка пробежался глазами по свитку, которую держал в левой руке, тогда как в правой у него было зажато перо. — Можешь назвать свое имя? Гектор оглянулся и обнаружил, что пап был полон детей вместе с родителями. При этом большинство из них сгрудились вокруг тройки невысоких разноцветных пони Оха и Аха. — Эм, Гектор Лавин, — ответил мальчик. — А-а-а, мистер Лавин, мы ждали, что вы придете раньше, — ответил карлик. — Вы сами сюда пришли, или случайно отцепились от сопровождающего вас взрослого? — А-а-а, — очень интеллигентно, — ответил Гектор. — Не волнуйтесь, — успокоил его мужичок. — Ваши родители будут далеко не первыми, кого мы сегодня вытаскиваем из каминной сети. Их разговор прервала вспышка зеленого пламени позади мальчика, и из огня появилась гермиона, совершая идеальное приземление. — Здравствуйте, профессор Флитвик, — сказала она, увидев кротышку. — Здравствуйте, мисс Грейнджер, — поздоровался профессор. — Планируете пройтись по магазинам? Я бы вам посоветовал отложить поход на другой день. — Да, сэр, мы с Гектором здесь только чтобы забрать сундук, — ответила девочка. — Во Флоридж и Блотс нам сказали, что они еще не сделали подборку книг на следующий год, да и в его письме нет того же списка покупок, который был в моем, когда я получил его. — Профессор Магонагл говорила, что решила провести эксперимент и пообщаться с маглорожденными раньше обычного срока, — пояснил профессор Флитвик. — Я так понимаю, дом мистера Лавина еще не навещали установщики каминов. — Мы пришли из моего дома, сэр, — пояснила гермиона. — Его мать не ведьма, так что им не разрешат поставить камин. — Понятно. Однако это больше не проблема. Министр издал указ, что из соображений безопасности в домах маглорожденных теперь тоже следует устанавливать камины. — Не лучшая идея, — покачала голову девочка. — Когда мы у себя поставили камин, то он нам всю электронику поджарил. Для предотвращения такого из Эквестрии были привезены специальные кристаллы, — ответил профессор. — А они не купили заодно кристаллы, которые вспыхивают в присутствии домолетного порошка? — спросила гермиона. — Нам мисс Спаркл несколько сделала, так что теперь не требуется постоянно держать огонь в камине. — О, вот об этом я не слышал. Идея явно стоящая. Пламя вновь позеленело. На этот раз из него появился взрослый мужчина, крепко держащий за руку девочку лет семи. Новоприбывшие идеально выполнили синхронное супергеройское приземление на три точки, проехавшись лицом и руками по ковру, отчего несколько сидящих в пабе ведьм и волшебников поаплодировали, а затем взмахнули палочкой и над ними вспыхнули яркие светящиеся цифры. Семерка, три шестерки и пятерка. Не задумываясь, озвучил эти числа профессор Флитвик, после чего обратился к мужчине с девочкой. Как видите, первое путешествие через камин может стать тем еще приключением. — И вы постоянно так путешествуете? — персонал лежащий мужчина. — Вы быстро привыкнете, — ободряюще ответил Гектор. — Посмотри! — воскликнула девочка, вскакивая на ноги. — Еще пони! И с радостным писком девчушка присоединилась к толпе, осаждавшей плюшевых иномирян. — Новички просто в восторге от общения с подмастерьями профессора Снэйпа, — отметил карлик. — Вы тоже можете перекинуться в пони и присоединиться к ним, мисс Грэнджер? — Нет! — отрицательно замотала голову Гермиона, отступая на шаг. — Просто нет! — Возвращаясь домой в поместье, Даймонд Тиара и Сильвер Спун шагали на шаг позади родителей Даймонд. Визит в Кантерлот окончился ошеломительным успехом. Даже если бы они оказались на втором месте, это было бы весьма комфортное и успешное второе место. Достать алюминия оказалось не так уж и сложно. Они нашли слезеринца, у которого был брат на Равенкло, который также учил магловские предметы. Всего лишь одно простое письмо и несколько взятых взаимосиклей, и они получили несколько рулонов листового металла толщиной с бумагой. И пусть у них были не слитки, как у меткоискателей, однако при цене на 30% ниже рыночной их алюминий чуть ли не с копытами отрывали. Так что теперь их небольшой табунчик наконец-то обрел немалую финансовую подушку, прочно закрепившись среди элиты. Эти несколько сиклей в благодарность за столь быстрая и качественно выполненную просьбу вернутся к тому Равенкло овцу звонкими галеонами. Единственное, что их расстраивало – необходимость ими дела с меткоискателями, чтобы обменять битсы на деньги волшебников. Тем не менее, это небольшое неудобство было ни с чем в сравнении с эйфорией от обладания кучей собственных битсов, которые они могли потратить на себя или поделиться с кем-то еще. И теперь настало время обзавестись тем, что им жизненно необходимо. – Папа, можем мы сходить в косой переулок? – обратилась к идущему перед ней отцу Даймон Тиара. – У нас с Сильверспун возникли сложности в обращении с метлами, и мы хотели бы купить себе свои, чтоб попрактиковаться. – А, ты можешь сказать Рэндольфу, чтобы он принес несколько со склада? – ответила идущая бок о бок с мужем спойлит Рич. – Нет, нам нужны специальные волшебные метлы, – пояснила Тиара. – Они – важный символ статуса. – В таком случае выбирать только самое лучшее. Тут же закусила у дела спойлит. Моя дочерь не пристала обладать чем-то, не попадающим под эту категорию. Даймон Тиара довольно улыбнулась от того, насколько легко она заполучила то, что хотела. У всех меткоискателей Нимбус 2000 – это лучшие метлы. А еще у них есть возможность практиковаться вне занятий, – добавила Сильверспун, вспоминая свои попытки воспользоваться школьной метлой. Серая земнопонька могла поклясться, что черная вдова ее от всей своей деревянной души ненавидит. – Я попрошу Рарити обменять достаточное количество битцев на галеоны, – сказал Фил Серич. – После этого вы сможете открыть хранилище у гоблинов. Я хочу немедленно заняться товарообменом с людским миром. Главное быть на чеку, поскольку принцессы хотят держать копыта на пульсе торговли между нашими мирами. Конечно, это будет непростая задача, но если не наглеть и вести сделки честно, можно получать немалую прибыль. Пусть торговля золотом, алюминием и драгоценными камнями уже запрещена, однако существует еще множество разнообразных ценных вещей. – Никаких сундуков! – тут же с наживом сказала жена. – А, ты просто не видела, какой Джордж изнутри! – ответил Филси. – И я хочу, чтобы это так и оставалось! – произнесла Спойлд. – Бубух! – ответить Филси не дал неизвестный швырятельный объект с немалой скоростью врезавшийся в землю посреди улицы, сдавая неглубокий кратер и расшвыривая во все стороны снега какие-то обломки. Филси и Спойлд тут же встали между неизвестной опасностью и парой жеребенок. – Ой-ё! – донесся из кратера стон, и над его краем показалась розовая копыта, вслед за которым появилась и довольно знакомая, хотя немного помятая розовая пони. – Да за что мне такое наказание? – Принцесса Кейденс? – ахнула выглядывающая из ног отца Даймонд. – А? – новоприбывшая оглянулась вокруг, не твердо стоя на ногах. – Ах, Даймонд Тиара, не подходи, здесь опасно! – сказала она, когда жеребенка сделала к ней шаг. – Что случилось? – спросил Филси Рич. – Я сейчас же вызову стражу. – В этом нет ээээээй! – место так и не договорившей Кейденс внезапно занял тот, кто на нее напал. Раздался отчетливый глухой удар копытами, и принцесса, словно ядро из пушки, улетела в сторону вечно дикого леса. – А ну иди сюда! Я с тобой еще не закончила! – ряфнула ей вслед. Вторая принцесса Кейденс, и тут же рванулась за той, кого она только что, собственно, копытно отправила поближе к дикой природе. Семья Рич и все пони, кто был на улице, потрясенно наблюдали за разворачивающимся действом. — Похоже, пони-то нашел еще один зеркальный пруд, — сказала помощник мэра, покачав головой. — Могло быть и хуже, — ответила Черри Берри. — Пинки могла найти его первой. Грейс постепенно настигала болезненное осознание последствий деяний рук своих. Наверняка ее страховые тарифы после очередного иска взлетят до небес. Как выяснилось, страх и чрезмерная усталость оказываются не менее разрушительным для ее транспортного средства и, следовательно, ее страховки, нежели алкоголь. И что еще хуже, получилось, что она рисковала напрасно, при этом поставив под угрозу жизнь и здоровье собственного сына. И теперь Грейс всем видом своим демонстрировала невестке, какой жалкой она себя чувствовала из-за своего поспешного решения. — Да, это было глупостью, — сказала Эмма, утешающе положив руку на плечо Грейса. — В это место бы полностью согласна. Однако я прекрасно понимаю, что была напугана и сделала все это, чтобы Гектор оказался в безопасности. Но раз никто не пострадал, то все в порядке. — Ой, моя машина с тобой не согласится, — возразила Грейс, вспомнив о последних мгновениях вчерашней поездки. — Ой, нашла я, за чего переживать, — отмахнулась Эмма. — Я знаю кое-кого, кто тебе ее вмиг починит. — Хм. Что, какого-нибудь волшебного механика? — скептически хмыкнула сестра Дэна. — Ну, можно и так сказать. — ответила миссис Грейнджа. — Бери из чашки на каминной полке гор зеленого порошка. — Гремо 12, — сказала женщина и бросила порошок в потухший камин. — О, это точно удобнее, чем вызывать эвакуатор. — прокомментировала Грейс в появлении зеленого огня. — Удобнее что? — послышался мужской голос из камина. — Сириус, будь другом, можешь к нам на минутку зайти? — сказала в огонь Эмма. — У нас тут ЧП небольшое случилось. — И что там опять меткоискатели учудили? — сказал после вздоха теперь уже женский голос. — Нет-нет, ничего такого уже страшного. Мне всего-то нужно ложить с десяток репара. — Как это не похоже на меткоискателей? — произнес женский голос. — У них обычно или один, или сразу сотня. Градации между этим для них не существует. — Я сейчас вернусь. Отойдите, уже иду к вам. — сказал мужской голос, и из зеленого пламени появился мужчина с блестящими черными волосами. — Привет, Сириус, спасибо, что зашел. — поприветствовала мужчину Эмма. Секунду спустя камин вновь вспыхнул, и из него вышла синеволосая женщина с розовой прядью в челке. — Твайлот, тебя я тоже рада видеть. Внезапно пламя вспыхнуло вновь, однако на этот раз из него появилось нечто белое и пушистое. — Вот так будет лучше. — воскликнул светло-серый единорожка, приземлившись на все четыре копыта. — Мама! — воскликнул смущенная Твайлот. — Твайли, ты же не думала, что я дам тебе и твоему жеребцу сбежать прямо посреди разговора? — сказала единорожка. — И потом, как иначе я смогу познакомиться с твоими друзьями? Твайлот вздохнула, сдаваясь. — Эмма Грэнджер. Это моя мать Твайлот Вельвет. Мам, это моя подруга Эмма Грэнджер. — Приветики. — с улыбкой помахала копытцем светло-серый единорожка. — Здравствуйте, миссис Вельвет, — ответила Эмма. — Хочу представить вам мою невестку и причину, по которой я вас опозвала. Грейс Грэнджер. — Ну так что там у вас сломалось? — поинтересовался Сириус. — Уличный фонарь, — недовольна персонала Грейс. — Выскочил из ниоткуда и напал на мою машину. Она там, перед домом. — Тогда лучше поспешим, — затропился мужчина, — пока этого не увидели маглы, которые потом начнут удивляться, как ее подчинили. — Так вы что, не слышали? — удивилась Эмма. — Уже весь мир знает о магии. Сириус ошарашенно уставился на женщину. — Весь мир? — Ага. — Они это вчера вечером по новостям объявили, — кивнула миссис Грэнджер. — Теперь это и по телеку, и по радио обсуждают. Сириус в шоке замер на несколько секунд. — Твайлайт, мне надо смотаться в министерство и узнать, что происходит, — сказал мужчина и повернулся к серой единорожке. — Увы, вынужден отложить наше с вами знакомство на другой раз. Возможно, продолжим его сегодня за ужином? — Хорошо, иди, — кивнула Твайлайт Спаркл. — Я починю машину, а затем вернусь к проекту, который бросил на середине. Вернемся к ужину. Я приведу папу и брата с племянницей. — Хорошо, а теперь простите, но я спешу. На этих словах Сириус схватил щепотку дымолетного порошка и, воспользовавшись им, исчез в камине. — И ты вот так просто его отпустишь? — удивленно спросила дочь Твайлайт Вельвет. — Нормы поведения людей и пони различаются, — ответила та. — Ему не понравится, если я буду его слишком опекать. — А-а-а, так он москанист, — спросила серая единорожка. — В смысле, мазохист? — переспросила Эмма. — О, привет, Букля, — сказала женщина большой белой сове, которая непонятно откуда вылетела в комнату. — А она тут откуда взялась? — насторожно спросила Грейс, с опаской поглядывая на птицу. — Из пони Вилля, — ответил Твайлайт. — Это сова Лиры и Бон-Бон. — Кви-ви-ви, — поправила ее Букля. — Ой, а я палочку наверху оставила, — сказала миссис Грейндж. — Не поможешь? — Конечно, — ответила младшая Твайлайт и, вытащив свою палочку, коснулась совейной сумки и принесла полагающуюся фразу. Сумка тут же с энтузиазмом отрыгнула пару пони. При этом у того, который поменьше, оказались крылья вместо рога. — Лира, Гарри, доброе утро! — обратилась к новоприбывшим хозяйка дома. — Здрасте! — хором отозвались эти двое. — А она вся зеленая? — слегка забеспокоилась Грейс. — С ней все нормально? — Ой, пони, каких только цветов не бывают, — отмахнулась Эмма. — Гарри, Луна в подвале фильм смотрит. Если хочешь, можешь с ней посмотреть. — Не, мы хотели только в продуктовый заскочить, — ответил Крылатик. И превратился в мальчика примерно одного с Гектором возраста. — Мама! — на этом слове Гарри сделал какой-то странный акцент. — На ужин потроха готовит. И нам срочно нужен апельсин. — На улицу сугробы по колено. — Так, дайте мне минутку, я соберусь и прихвачу ключи от машины. — Да не, не надо! — отозвалась Лира. — Нам все равно нужно сначала заскочить в Гринготс за фунтами. — Да и в пяти минутах рысь от дырявого котла есть подходящий магазин. Не хотим тебя попусту беспокоить. — Ничего не попусту, — возразила Эмма. — Ну да, ваш план выглядит лучше и безопаснее. Тогда не прихватите заодно и пару-тройку манго. Кажется, они очень пришлись по душе, Луни. — А это твоя людская форма, — поинтересовалась старшая Твайлот, обходя Гарри по кругу и внимательно его изучая с головы до пят. — А почему ты в ней носишь очки? — О, хорошо, что напомнила. Просеяла Лира, так же превратившись. — Надо бы тебе новые очки прикупить, раз уж все равно туда идем. — Мам, нам апельсин нужен, срочно! — напомнила ей Гарри. — Иду, иду! — отозвалась Лира. В этот момент в комнату влетела еще одна сова. В отличие от предыдущей, на ней не было сумки. Вместо этого она держала в лапке свиток. — И часто у вас такое? — спросила невестку Грейс, наблюдая за тем, как новоприбывшая приземлилась возле Лиры. — Первый раз, — ответил Эмма. — О, оно от принцессы Селестии! — обрадовалась младшая Твайлот, заметив на скрепляющий свиток печати золотое стилизованное солнце. — Ще бы ей вдруг присылать мне письмо! — удивилась Лира, разворачивая свиток. — Твайлайт! — наконец сказала она, прочитав послание. — Я все понимаю. — Но почему я? Гарнизон Паневиля в полном составе наблюдал за происходящим оттуда, где принцессы дня и ночи жестом сказали им оставаться на месте и не приближаться. — Луна, у тебя есть хоть какие-то предположения, что Завиндиго вселился в нашу племянницу? — Не-а, — ответила Селестия, ее младшая сестра. — Возможно, стоит попросить ее, когда закончат отношения выяснять. — Такими темпами они и до дня уборки зимы не угомонятся, — покачала головой белая оликорна. Яростный звериный рык только подчеркнул мощь, выполненная в воздухе супплекса. Наблюдатели с отвитшими челюстями наблюдали за тем, как Кейденс с треском вмазалась в ствол могучей лиственницы. От удара дерево начало клониться, издавая громкий скрип, больше похожий на отчаянный стон, пока в итоге не рухнуло в облаке осыпавшегося собственных ветвей и ветвей соседних деревьев снега. — Нокаут! — торжественно провозгласила Принцесса Ночь.